Прибываешь в изнуряющих сомнениях, какой видеокарте отдать предпочтение? Asus Aorus, быть может по лид или инно 3D? Что ж, ты должен знать, что по сути все они производят одну и ту же модель видеокарты. Разобраться же с отличительными особенностями, узнать на чем экономят производители, как косячат, да на что именно следует обратить внимание при выборе, тебе поможет данное видео. Ну шо, помчали? Логично начать с базовой терминологии. Итак, существует два вида видеокарт. Первый – референсный дизайн или рефаунд эдишн. Это видеокарты от производителя видеочипа AMD или Nvidia, представляющие собой некий эталон, несмотря на то, что далеко не всегда являются превосходящим предложением на рынке. Но и купить их не столь просто. Помнишь, к слову, ревущие турбины референсов? Ныне дела, к счастью, обстоят лучше. Второй вид – это видеокарты от вендоров, иными словами, от различных брендов, названия коих как раз и прозвучали во вступлении. Вендоры закупают исключительно сами чипы, остальное же, не игнорируя рекомендации Nvidia и AMD, добавляют на свое усмотрение. Тут-то и скрывается гора нюансов, относящая видеухи либо к эмбовым, либо к говнойным. Между тем, в версии видеокарты от какого-либо конкретного производителя может быть 3, 5, а то и 8, как, допустим, у MSI 3060. Да, различия зачастую чисто маркетинговые, но не всегда. Потому-то и разбираем данный вопрос подробно. И прежде чем к этому приступить, мне в личку поступило некоторое количество довольно-таки сомнительных предложений. И, ребят, давайте быть реалистами. Виртуальный секс, он как прыщ на жопе. Не присядешь. Да и коль уж присаживаться, то ведь по особому велению сердечка разве что. Я от всей души желаю каждому искренней взаимной любви до воплощения в жизнь самых смелых фантазий. Итак, графический чип. Специфика производства такова, что создание полностью идентичных чипов из одной кремниевой пластины неосуществимо. В связи с чем, думаю, ты это осознаешь? Неминуемо, так скажем, отборка. Лучшие отборные чипы позволяют развивать более высокие частоты, увеличивая производительность. Оставшиеся же имеют показатели поскромнее. Ну а из откровенной отборковки производители не гнушатся создавать линейку бомжатского сегмента или встраивают данные чипы в иные устройства. В общем, шо значит? Даже одинаковые, на первый взгляд, чипы чаще всего отличаются друг от друга. Имей в виду. Видеопамять. Ежели разобраться, это условно та же самая плашка оперативной памяти, просто распаянная на текстовите видеокарты. Помимо объема, немаловажный тут производитель, качество, естественно, и разгонный потенциал. У деда моего самогонный, кстати, нехилый. Бочке я исключительно 15 и более литров. Поскольку многим производителям свойственно отступать от заводских частот и разгонять как частоты видеопроцессора, так и памяти, выжимая из карты больше, чем рефаунд версии. И для этого в видеокарте требуется хорошая элементная база. Микросхемы, транзисторы и прочие ума элементов на текстолите крайне значимы. Экономя на этом ради снижения розничной стоимости своего продукта, производитель жертвует питаловым, не оставляет запас, выбирает дешевые компоненты, что чревато быстрым износом видеокарты и выходом ее из строя. Пример нестабильной работы можно пронаблюдать благодаря видеокартам RTX 3080, информирования коих были зарествованы не особо качественные фильтрующие конденсаторы. В связи с чем, при достижении частоты выше 2000 МГц, они, как бы так деликатно выразиться, отрыгивали. Таковая проблема, причем коснулась не одного, да, определенного вендора, а сразу нескольких. От того до последние шустро изменили схемотехнику, так и отделавшись, собственно, от проблемы. Ну да, ну да, пошел я нахер. Размер, о них, как и о вкусах, не спорят, и охлаждение. Одна и та же модель видеокарты может быть представлена как в формате длинной хреновины с тремя вентиляторами, массивным радиатором да теплотрубками, так и в виде компактной карточки с одним только вентиляторчиком. И здесь, мальчики, мне, как хорошие девочки, будет уместно сказать, что маленькие версии имеют право на существование, коли есть понимание, как правильно их использовать. А использовать их надо при сколачивании ультракомпактной сборочки. И раз пошла такая пьянка, про размеры заговорили там бла-бла-бла, мой рост вот короче, хотя куда уж короче, полтора метра, и подтягивая колу с полуторалитровой бутылки, я вдруг осознала, что переливаю содержимое из одной полторашки в другую. Диво-дивная, блядь. Далее, шош скрывается из-за компактности. Неплохое чувство юмора, тревожно-депрессивное расстройство, неудалимое желание покушать. Эм, ладно, хватит о себе. Скрывается шум, манюньки, на удивление, всегда шумнее крупных видеокарт. Прям чихуашка и лаборатор в сравнении. И такая достатная штучка, как нагрев. Кого нагревали, у тебя в курсе, насколько это неприятно, да? Тесное размещение всех компонентов, ограниченная площадь радиатора и лишь один, ну край два вентилятора делают карту горячее. Горячее мамки Стифлера, о коей до ныне слагают легенды. Это мать Стифлера? Да. Черт. И от такой клевой телки родился этот ублюдок Стифлер. Повышается температура везде. Видео чип, память, элементы цепи питания. Компактная карта всегда жгучий и большой. Комплекс Наполеона, блин. А посему к ней применимы два варианта. Первый. Она будет аналогично взрослой, крупногабаритной, то бишь версии. Исчахнет с течением времени из-за сказавшихся на условиях проживания высокой температуры. Второй. Производитель просто подзадушит чип, урезав частоты и вольтаж. Как следствие, снизится теплопакет и производительность видеокарты. Особо неудачливые пользователи вполне могут схлопотать сразу два ингредиента горюшка. Да получить и ниже производительность, и выше температуру. Ян-то, конечно. Набор портов. В одной модели видеокарты всего пара HDMI и один DisplayPort. В то время как в иной, схожей, чуть более, как правило, дорогой, располагается куда больше портов. Не всегда оно так, но тем не менее, в общем, рекомендую обращать внимание на количество столь необходимых тебе разъемов, да на их соответствование требованиям. На чем же еще способны выгадывать производители? А да хуя таки на чем? Пластик крыльчатки вентиляторов, тип подшипника, наличие шим-контроля. Имея в данных пунктах отличия, две с первого взгляда идентичные видеокарты будут работать с огромной разницей. А ты окажешься либо в раю, либо в заднице. Различия коснутся оборотов вентиляторов, их шуме, показателях воздушного потока и нашего родненького статического давления. Экономят также на пластике и корпусе видюхи, да на его обработке, на качестве пластин радиатора охлаждения, в качестве сборки. Даже на толщине текстолита и то экономят. Так и шо, думаешь, им-то все? Не тут-то было. Не столь давно, а точнее в августе, многие производители были замечены в экономии на теплопрокладках чипов памяти и VRM. Пренебрежительное отношение к выбору данных элементов привело к перегреву некоторых деталей и дальнейшему выходу из строя видеокарты. В сети обнаружен юзер, который приобрел Radeon RX 6700 XT и выявил, что на заводе с термопрокладок забыли снять защитный слой. Верх абсурда! О, и пока вспомнила, сисиписи в личку не шлю, простить о том не надо. Я же не прошу тебя скинуть писон, понимаю ведь, что ты не ящерица, новый не отрастишь. А постанать я могу разве что от разгулявшегося артроза, но не думаю, что тебя возбуждает чужая боль, да? Давайте уважать друг друга. Как же по итогу сделать правильный выбор? Ни юзер, ни обзорщик не сориентирует тебя в данном вопросе лучше специализирующихся... Схлёпся, себя схлёпал, снывай. Блять, специализирующегося на ремонте видеокарт-мастер. Поприветствуйте самого шарящего, в отличие от злопыхателей, не пальцем в жопе, а своим ультра-крутым мозгом, человечка по имени Станислав, который освещает поистине интересные и полезные темы. Все ссылочки на него указаны в описании. Станислав, изволь даровать ответики. Привет, Тедди, привет, подписчики. Поплаты на связи, и я весьма польщен принять участие в этом видео. Какие упущения я допустила в видео? Возможно, ты хотел бы что-то добавить? Да нет. Если не вдаваться в книжеческие подробности, то ты описала всё весьма полно. Какой вендор, на твой взгляд, является самым надёжным? Это очень скользкий вопрос, потому что всё очень сильно разнится от поколения к поколению, и даже в рамках одного вендора могут быть бюджетные решения, которые так себе, и при этом топовые, которые весьма себе годные, и можно даже сказать сверхнадёжные. Например, когда-то говорилось, что Полит твою хату спалит. Однако на данный момент Полит весьма надёжные карты выпускает. И если у тебя видеокарт от компании Полит, будь спокоен, твоя хата в безопасности. И примерно наоборот. Ещё 10 лет тому назад видеокарты от компании XFX считались весьма себе надёжными. Однако на данный момент под брендом XFX может выйти такая лютая дичь, что непонятно, как вообще инженеры выпустили это на рынок. Но вернёмся к теме вопроса. В лагере красных мне, например, очень симпатизирует такой вендор, как Sapphire. И, например, их линейка RX 400, 500, а именно Nitro, Nitro Plus, это просто бомбические карты в плане надёжности, в плане ремонтопригодности. Хоть они и не лишены каких-то детских типовых неисправностей, но всё же мне очень симпатизирует этот бренд. Майнеры подтвердят, очень надёжная карта. А в лагере зелёных это великая могучая тройка, Asus, Полит и MCI, MSI, он же MicroStar, называйте, как хотите. Ну и, в принципе, в лагере красных эта тройка тоже весьма себе хорошая карта. Но Sapphire of AMD мне нравится больше. Какой вендор, по-твоему, ненадёжный? Ну, тут тоже очень сложный вопрос, потому что очень сложно ограничиться каким-то одним производителем. Есть масса вендоров, которые мне совсем не симпатизируют. Например, таких как именно 3D, Colorful, PowerColor, Galaxy, бренд, который я даже не знаю, как правильно произнести, KFA2, KFA2, в общем, как-то так. В общем, бренды второго эшелона, скажем так. Ну и мне не очень нравятся видеокарты от компании Gigabyte. Ну, как-то в ремонте у меня с ними плохо складывается. Как продлить жизнь видеокарте? Можно ли вообще? Да, можно. И начнём, пожалуй, с самых простых методов. В первую очередь, это хороший проветриваемый корпус, который не только улучшит эстетику вашей комнаты большим количеством вентиляторов с RGB-подсветкой, но и обеспечит более низкие температуры работы вашей видеокарты. А это, в свою очередь, замедляет процессы электромиграции, а ниже деградация полупроводников в вашей видеокарте. Также немаловажным будет обеспечить хорошее питание вашей видеокарте. Дешманский блок питания с Алиэкспресса за полторы тысячи рублей с вероятностью 99,9 будет обладать высоким уровнем пульсации по питающим линиям. А вот, если вы возьмёте в своей видеокарте C-Sonic какой-нибудь с запасом по мощности, она точно скажет вам спасибо. Также не забываем про обслуживание видеокарты, не при помощи какого-нибудь КПТ-8 и дешманских термопрокладок с Алиэкспресса за 100 рублей пластина, а хорошими термопастами и достойными термопрокладками. Термопасту хотя бы не ниже MX-4, а термопрокладки какой-нибудь Thermalright Odyssey весьма годной термопрокладки. Ну и не стоит лазить туда каждые полгода. Вполне себе хватит раз в полтора-два. Также хорошим методом, который может продлить жизнь вашей видеокарты, является андервольтинг. Метод доступный не каждому, не все могут в этом разобраться, но даже незначительное снижение напряжения работы как видеочипа, так и видеопамяти крайне благотворно сказываются на долгожитии вашей видеокарты. Как-то так. Какая неисправность в видеокартах наиболее часто тебе встречалась, исключая проблемы из-за майнинга? Ну, если исключать майнинг, то на данный момент это скорее неквалифицированное обслуживание видеокарты, ибо частенько сбивают элементы, находящиеся на текстолите, повреждают дорожки. Либо же, возвращаясь к прошлому вопросу, покупают дешевые термопрокладки, которые кладут на радиатор системы VRM, что приводит к ее перегреву и выходу из строя. Либо же, используют некачественный блок питания, который по итогу просто вызывает прогар под системы питания. Какая неисправность в видеокартах после майнинга самая популярная? Наиболее популярной неисправностью видеокарт, участвующих в майнинге, это выход из строя видеопамяти, так как банальнейший это самый высоконагруженный блок, если видеокарты используются в майнинге. Ну и банальнейшее, майнинг достаточно быстро израсходует ресурс видеопамяти. Для понимания, почему так, на аналогиях. Есть автомобиль, который эксплуатируется в такси, и есть автомобиль, который эксплуатируется просто мужичком, который ездит на нем на работу и с работы. Оба автомобиля, например, проехали 100 тысяч километров. Только в случае такси этот автомобиль эти 100 тысяч километров намотал за 1-1,5 года. А у мужичка эти 100 тысяч километров намотались за 3-5 лет эксплуатации. Майнинг банальнейший из-за того, что он эксплуатирует видеокарту 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году, просто быстрее израсходует ресурс видеопамяти. В актуальной линейке видеокарт, как 20-я, 30-я линейка NVIDIA, либо же RX 5000-я, 6000-я от компании AMD, все это еще усугубляется достаточно сырым стандартом видеопамяти GDDR6, который мало того, что еще сырой и не лишился детских болезней, так еще и при этом достаточно горячий, что опять же ускоряет процесс электромиграции, а майнинг все это дело еще больше ускоряет. Поэтому 30-я линейка, например, хоть и очень свежая, достаточно быстро попадает на стол к сервисному инженеру. Может буквально там полгода-год помайнить и уже приходится менять всю видеопамять в круг. Ну и откровенно говоря, видеокарты после майнинга хороши еще тем, что если их бережно эксплуатировали, простая замена всей видеопамяти позволяет карте еще прожить достаточно долгое время в компьютере у какого-нибудь геймера. В каких случаях видеокарты восстанавливать не имеет смысла? На данный момент совершенно нецелесообразно восстанавливать видеокарту при выходе не строя самого видеочипа. Для понимания почему так. Во-первых, новых видеочипов в свободной продаже практически не существует. Все, что продаются так или иначе, уже были в употреблении. И откровенно говоря, на данный момент их стоимость такова, что проще немножко докинуть сверху денюжек и просто купить живую, несправную видеокарту. Чтобы вы понимали, например, действительно живые чипы на 3060 вполне себе могут стоить 30, 40, а то и 50 тысяч рублей. Банальнейший ввиду их дефицита, ну и небывалого спроса. На следующий вопрос ответ мне, думаю, известен. Однако, AMD или Intel? Но тут не все так однозначно. Если видеокарта, то Nvidia, и если процессор, то AMD. А, я знала. Что ж, спасибо за твое компетентное мнение. Считаю, многим действительно было полезно с ним ознакомиться. Напоминаю, что ссылочки на Станислава расположились прямо-таки под данной видосенькой. Досмотрел до текущего момента и остался доволен проведенным временем? Поставь лайк и напиши приятное словечко. Есть идеи для новых выпусков? Не стесняйся делиться ими в комментариях. Надеюсь, видео помогло тебе разобраться в отличиях между видюхами и впредь ты сможешь определиться с лучшей для себя. Понравился канал? Подпишись, ведь если ты дебил, будет интересно. Ну а теперь к не менее важному. Последнее видео спровоцировало просто немыслимый для меня фидбэк. Настало уже больше двух тысяч. И это навело меня на мысль, что врываюсь в техноблок и захожу без стука. Огромное спасибо за поддержку, поток позитивной энергии в виде теплых слов и комплиментов. Я чрезвычайно очарована происходящими ныне в моей жизни событиями. И в моих радостях повинны именно вы. Вы самые-самые лучшие из всех. Я счастлива наблюдать вас в своем уютном кругу. Отдельное спасибо за доброе пожелание и донатик Елику. Елику. Умеешь ты, однако, сделать девушке приятно. Ты своим действием согрел мне не только сердечко, но и ножки, поскольку я купила носочки за это денежку. Тем же, кто соизволил невестно высказаться в мой адрес. Знаете, а ведь между тем позирование это в кадре тоже принесло свои плоды. А посему не стану отрицать того факта, что, видимо... В жизни иногда все, как у Ким, решает попа.